для начала вот просто какие-то ваши первые ощущения и считаете ли вы что этот саммит был успешным из того что мы знаем сейчас из того что мы видим сейчас да я считаю успешным от того что обе президенты они сказали что дискуссия была очень прагматичная все это было нормально с этой точки зрения и я считаю что было хорошо что был такой общий фундамент переговоров это было хорошо но том что были очень разные вид президента к публике после после самота после встречи это тоже было очень интересно мне месседжа путин по моему был такой если можно так выразиться старый советский месяц у нас лучше у вас хуже все и у байдена был такой месседжи да мы готовы работать вместе с российскими экспертами это хорошо в области кибернетики и так далее был более-менее такой простой при я прямой месседж но все-таки ему надо было сказать что да и я очень такой у меня был такой жесткий месседж тоже путину так что это тоже был часть презентации президента байдена но все таки по моему был довольно хорошие хорошие результаты скажите но вот вы как опытный дипломат как можете охарактеризовать тот факт что президенты не дали совместную пресс-конференцию отдавали две отдельных вы знаете что советские времена это не был традиции совместные такие пресс-конференции я помню когда я была в москве с президентом плитным как как они решили с президентом мелцина в то время так проводить такой совместный интернет то есть компресс-конференции это был как большая вещь большая вещь первый раз так что по моему это как есть такой старый президент что они были такие перерывные пресс-конференции и так главный исход саммита это договоренность о начале двустороннего диалога о стратегической стабильности который должен заложить основу для дальнейших переговоров по контролю над вооружениями и мерам по уменьшению рисков в этой области вот означает ли это что повестка дня двусторонних отношений вернулась в период повторения пройденного ведь переговором и мерам в области сокращения вооружения уже не один десяток лет ну для нас для советского союза российской федерации соединенных штатов эта тема разоружение распространение ярмарк оружия стратегическая стабильность уже 50 лет мы продолжим наши дискуссии наши переговоры и так далее так что для меня это как как бы нормально что мы продолжим эти дискуссии стратегической стабильности конечно у нас были некоторые проблемы во время администрации трампа например были какие-то моменты когда президент трамп сказал нет я не готова продлить договор снг 3 и президент путин сказал я готов так что были такие такие моменты но я считаю что теперь более или менее у нас очень повреждения я считаю что это хорошо конечно для обеих стран очень важно что есть ранг новых технологий которые имеют влияние на стратегической стабильности и по-моему это как бы новая тема для нас объек и это очень важно что мы сейчас начинаем ну если можно так выразиться атакировать эти эти новые темы новых технологий русск как вам кажется вносил ли в атмосферу переговоров определенную разрядку тот факт что договор старт был продлен еще в самом начале администрации байдена дело в том что для нас обеих предсказуемость в области ярких оружия это самое главное и когда у нас нет таких договоров у вас у нас нет совсем предсказуемости так что это самое главное что у нас продолжение договора для продолжения предсказуемости между между нами в области ярких оружий это это просто так при этом российский президент на пресс-конференции заявил что сша в области стратегической стабильности не всегда были предсказуемым партнером он в частности говорил о выходе сша из договора по про выходе из договора по открытому небу как вам кажется обеспокоенность россии непредсказуемостью сша в этой области оправдана по моему надо обратиться с этим вопросом кремлю почему потом я не согласна то что делал президент буш с договором по про я не согласна что делал президент трамп с договором по открытое небо но это было все дело на закона под обязательством договора по про договора по открытым небом но когда мы думаем об да все то есть договор об обычных оружиях тогда россия почти ну 15 лет тому назад назад просто сказала что мы не будем больше исполнить обязательства этого договора и по моему это был был просто дни закона так что я считаю что надо обратиться с этим вопросом россия вот учитывая тот факт что американская администрация неоднократно говорила о том что будет жестко вести себя в отношении российского руководства жесткую позицию проводить во всех переговорах и вы человек который неоднократно сидели за столом переговоров с российскими партнерами на ваш взгляд принцип жесткой дипломатии в отношении россии это тот принцип который себя оправдывает и ведет к успеху надо каждый раз подумать как лучше отдавать месяц другому иногда жесткая дипломатия это важно иногда более мягкая дипломатия это просто зависит от ситуации и откровенно говоря вы знаете выражение на английском языке good cop bad cop я не знаю как как хороший полицейский плохой полицейский вот так вот так существует тогда на русском языке да это то же самое в дипломатии иногда хороший полицейский иногда нет более жесткий полицейский насколько важно по вашему опыту вот личные отношения и личная химия если так можно сказать в такого рода дипломатии вот вы например работали с анатолием антоновым он сейчас посол и он возвращается судя по всему по договоренности которая была достигнута на саммите в вашингтон и американский посол возвращается к москву вот это вот личное понимание на уровне может быть двух переговорщиков или большего количества переговорщиков насколько оно важно для успеха важно конечно я считаю что самое главное это взаимное знакомство чтобы понимать какой он за человек какой у вас стиль у какой у него стил и поэтому вы ты понимаешь когда есть какие-то может игры и не надо очень так жестко относится к этим это важно для успеха я считаю для успеха переговоров но понимание конечно это самое положительное результат может быть но результат много месяцев переговорного процесса и последний вопрос если можно а нато поскольку вы занимали позицию заместителя генерального секретаря нато и большую большое место в повестке поездки президента байдена играл саммит нато скажите пожалуйста вот по результатам итогового коммуникает где был жесткий язык о россии и о китае в частности как вы считаете альянс он будет един и вырабатывать какую-то действительно жесткую сейчас позицию общую в отношении россии и китая как это объявлено коммуникает и что вам вообще там показалось важно по моему месседжа российской федерации это был не новый месяц я считаю это то что мы говорим в нато это двухсторонный подход и оборона и диалог и был не было большое изменение большого изменения я я считаю для читая что-то нового китай что снова в том что было более внимание к китая чем в прошлом прошлом был просто что может быть там есть какие-то возможности с китаем и может быть есть какие-то проблемы с китаем но очень так мягко в этот раз месяц был более прямой и вы понимаем сейчас что для нато китай это более важная тема потому что сейчас китай покупает инфраструктуру транспортной в европе и это может быть в будущем во время кризиса это было бы проблема для нато и поэтому нато более внимательно и тщательно относится к китая теперь тоже инфраструктура коммуникации 5g 5g это тоже проблема потому что может быть коммуникации было какое-то осложнение коммуникации для нато если китай контролирует все эти сети коммуникации